Александр Лебедев, газета Народная инициатива 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 Да, действительно, главная цель партии – это взять власть в руки законными средствами. Для этого есть определенная процедура, для этого есть федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в выборах граждан Российской Федерации. И если вы правильно поняли мое выступление, я сказал именно о том, что если вот та процедура, которая сейчас предусмотрена законодательством в связи с тем, что внесены изменения в целый ряд нормативно-правых актов, этими возможностями воспользуются, ну, по сути дела, я сказал, что и партийному строительству, в том числе и партии Справедливой России будет нанесен очень серьезный урон, да, потому что одно дело показать результат на выборах, другое дело защитить его, да, и когда вот у нас, например, в Московской области в един день голосования в сентябре пройдут выборы, в том числе в таких крупных муниципальных образованиях, как Балашиха, напомню, что Балаших на сегодняшний момент это полмиллиона человек, да, это Электросталь, это Подольск, это там целый ряд других муниципалитетов, Латкарина и так далее. Так вот, на сегодняшний момент мы видим, что у нас есть поддержка, мы видим, что наши идеи находят вообще понимание у избирателей, но если три дня голосования будет проконтролировать и защитить результат, а самое главное защитить выбор избирателей, вряд ли возможно. Ну, это объективная реальность, и более того, я тут просто выписал, думаю, действительно, вот это, это же, наверное, на чем-то основывалось, когда несколько дней предлагали, посмотрел, где применялось такое многодневное голосование страны. Ну, страны, в общем-то, достаточно серьезные, солидные, с развитой экономикой. Намибия, Мозамбик, Ангола, Сирия, Индия, Египет и так далее. То есть, я не нашел ни одной вот такой страны, на которую нам стоило бы равняться. Наверное, вот как раз мы в один ряд хотим стать именно с этими странами. Так вот, если говорить о выборах, я повторяю, что мы считаем, что а, должны быть прямые выборы, б, многодневное голосование абсолютно недопустимо. Более того, недопустимо голосование на дому и там, выездное голосование, это тоже те моменты, которыми пользуются отдельные наши чиновники для фальсификации итогов выборов. А, да, говорить, ну, это, это, что в этом плохого? Доносить идеи партии для того, чтобы, для того, чтобы нам можно было что-то делать. А, поверьте, у нас фракция в Московской областной думе два человека. Но по количеству законопроектов, правильных, нужных, как нам кажется, абсолютно логичных законопроектов, мы, в общем-то, в числе лидеров. Мы лидеры? Мы лидеры. В Московской областной... А сколько у нас проектов было принято? У нас был принят, значит, закон о государственной поддержке территориального общественного самоуправления, причем достаточно выхлощенный, и куча законопроектов, которые не были приняты. Причем абсолютно логичное, немножко отступление от нашей темы. Борис Борисович, как многодетный отец, сказал, Игорь Васильевич, слушай, внеси изменения в региональное законодательство. У нас есть льгота при сопровождении ребенка из многодетной семьи в возрасте до 7 лет, бесплатный проезд для одного из родителей, либо законных опекунов. При этом мы с вами все родители, я в том числе родители, я прекрасно понимаю, что свою дочку в возрасте 8 лет на общественном транспорте я не отправлю без сопровождения. То есть абсолютно логично эту льготу продлить, хотя бы для многодетных семей, предоставив такое право бесплатного проезда одному из родителей, либо законных опекунов в возрасте до 14 лет. Несли законопроект абсолютно понятный, абсолютно логичный. Ну, естественно, три фракции за, одна фракция против. И таких примеров огромное количество. Поверьте мне, если мы проведем честные выборы, если мы проведем выборы такие, как они должны быть, то мы перейдем в большей степени от слов к делу, мы все свои слова воплотим в делах, в законопроектах. И по этим законопроектам жить будет значительно комфортнее и справедливее. Да, два слова еще, Олег Анатольевич. Я просто хотел внести некоторую поправочку по поводу рождения партии. 2006 год – это тогда, когда партия поменяла свое название. Вообще, 98-й год. Как общественно-политическое движение в 2003 году, точнее, в 2000-м она преобразовалась, в 2003 году поменяла опять свое название, стала партия «Родина». И только в 2006 году поменяла название. Это одно уточнение и другое. Вспомним Библию. Вначале было слово. То есть нельзя ждать, грубо говоря, поддержки, если ты не представляешь людям проект будущего, альтернативного будущего. Наша задача, как политической партии, это функция всех политических партий – представить эту перспективу для людей в рамках той модели, которую мы предлагаем. Убедим людей – будем поддержаны. Не убедим – ну, значит, и останемся дальше со своими мыслями. Остапова Анна, информационный портал Восточного Подмосковья. У меня два вопроса ко всем. Первый – бытует мнение о том, что пособие безработицы, они снижают стимул вырваться из этой бедности. Как Вы считаете, реально ли это? И какие меры будут предприняты, либо должны быть предприняты, чтобы такого не было? И второй вопрос. Какая разница между количеством реальных бедных и россиянами, которые считают себя бедными? И почему такая разница вообще существует? Ну, давайте на первый вопрос, наверное, лучше ответить. Больше, больше как бы по его части. Вот, я на вторую быстро отвечу. История такая, значит, есть формальные критерии – это когда доходы человека ниже официального прожиточного минимума. Это формальные критерии. Вот есть прожиточный минимум, там, 12 миллионов, у кого доход меньше, тот бедный. А есть неформальные критерии, он выясняется в ходе опросов. Стандартный опрос устроен так. Выберите себя. И такие позиции. Не хватает на еду, хватает на еду, но не хватает на одежду, хватает на еду, одежду не хватает на коммунальные платежи, понимаете, да? И внизу хватает на все, там, кроме автомобиля и дачи, и самый последний ответ – хватает вообще на все. Вот. И люди как-то отвечают. Это неформальные критерии. По этому критерию у нас в стране примерно 3% людей говорят, что им не хватает на еду, то есть это не бедность, это не счета. Я сейчас, ну, могу ошибаться, но, так сказать, примерно треть людей говорит, что им хватает на еду и одежду, но они не могут купить ничего более значительного – холодильник и телевизор. Треть, да? И основная часть людей говорит так, да, у нас хватает на еду одежду, там, холодильник и телевизор, но мы не можем купить машину или квартиру. Это вот основная масса. Это субъективная оценка. Понятно, что если вы спросите каждого из этих людей, они скажут, да, мне денег не хватает, наверное, я бедный. Да, значит, то, что касается пособия по безработице. Действительно, в Европе демотивирует многих людей принимать участие в продовой деятельности. Какой смысл, когда там пособие по безработице обеспечивает тебе необходимое жизненное меню? Питание, возможность снять жилье, возможность посетить театр, покупать себе прессу и многие-многие другие вещи. Нет проблем. Там действительно с этим сложилась некая определенная проблема. Но их экономика позволяет, грубо говоря, поддерживать вот это вот инфантильное настроение у некоторых людей. То, что касается Российской Федерации. Когда тебе выдают пособие по безработице полторы тысячи рублей, я не вижу здесь никаких мотивирующих факторов ничем не заниматься. Его увеличили до четырех с половиной тысяч рублей. Тоже все хорошо. В период наступления кризиса его увеличили сначала до восьми тысяч рублей. Что такое восемь тысяч рублей? Вы себе можете представить. Это какая такая мотивация отказаться от возможности себе зарабатывать. И в конце концов, когда совсем все полностью стало плохо, то тех, кого уволили после первого марта, им дали пособие по безработице в размере 12 тысяч 130 рублей. То есть прожиточный минимум. И то не на постоянный период. А вот сейчас пока как бы не закончится процесс, связанный с борьбой с эпидемией. А дальше опять вернуться к тем самым цифрам. Невозможно мотивировать людей ничего не делать за четыре с половиной тысячи рублей. Невозможно. Поэтому для Российской Федерации опасения по поводу того, что пособие по безработице демотивирует людей, абсолютно не имеет под собой никакой основы, никакой логики. Поэтому не вижу здесь никаких трудностей. Теперь то, что касается, почему расходится мнение. Ну я вначале как бы сказал, есть несколько методов исследования бедности. Если опираться на абсолютно монетарный метод, который используется в официальной статистике. Вот этот минимум прожиточный, кто ниже, тот бедный, кто выше, тот вполне обеспеченный. Получается одна цифра. А вот есть методы, научные методы, субъективные, там где идет самоидентификация, самооценка. Но Борис Борисович об этом только что сказал. Там совершенно другие критерии возникают. Мы же ведь говорим о том, что бедный я или не бедный не по количеству денежных средств в кармане, а по количеству или по ощущению себя в окружающем мире. Мои соседи, мои друзья, мои знакомые, еще что-то такое. Они позволяют себе сходить один раз в кафе по воскресеньям или в субботу и вечерний ужин там провести с семьей. А у меня нет такой возможности. Мои соседи позволяют себе, допустим, вечером выпить тоже в пятницу бутылочку вина, а я ничего, кроме воды из-под крана выпить не могу. Это тоже критерий. И этот критерий, он дает возможность судить о масштабе бедности вот именно через субъективную оценку. Поэтому такие разницы в показаниях. Я буквально два слова допомню. Кратко, во-первых, я с Леонидом Турчим согласен. Те пособи по безработице ни к чему стимулировать у нас в принципе не могут. А вот этот период пандемии коронавируса, вот как раз всю эту несправедливость и все эти беды значительно обострил. Потому что, вы знаете, да, объявили о том, что вот там будем поддерживать всех граждан, которые лишились работы. А потом возникла ситуация, да. Потом были уточнения о том, что претендовать, например, на пособие по безработице в размере 15 тысяч рублей, например, для Московской области это 15 тысяч в месяц, могут претендовать только граждане, которые отработали в текущем календарном 2020 году не менее 60 рабочих дней и лишились работы в апреле-майе. И то есть получилось у нас колоссальное расслоение и огромное возмущение у многих граждан, потому что есть-то все примерно одинаково хотят, да, и, собственно, и расходы на коммуналку у всех одинаковы. То есть ни с кого обязанность по уплате квартплаты не снимали. Но то есть у нас были, и я это как депутат очень четко ощутил на моих депутатских приемах, когда приходили люди и говорили, ну вот, значит, почему, если он лишился работы в мае, он получает 15 тысяч, еще по 3 тысячи на каждого ребенка, а тот, кто лишился в феврале, полторы тысячи получает пособие по безработице. И, собственно, вот эта ситуация, она как раз еще более, вот этот коронавирус, он еще более наглядно и жестче показал, насколько у нас несправедливое общество, насколько у нас серьезное расслоение в доходах, ведь кто-то из граждан достаточно комфортно пережил эту ситуацию. Очень многие, которые приходят ко мне каждый понедельник за тем, чтобы оказали материальную помощь, находятся просто в катастрофической ситуации по доходам. И, поверьте, те цифры, которые озвучиваем мы о том, что у нас более 30 миллионов нищих будут к концу года, это не голословные заявления, не голословные цифры, а это вообще выводы многих экспертов, и посмотрим, кто окажется в конечном итоге прав. Спасибо. Еще вопросы? Ну, раз вопросов больше нет, тогда мы будем заканчивать пресс-конференцию. Благодарим наших выступающих за очень интересное выступление, и также всех присутствующих занятых. Спасибо. Спасибо.